Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам номер нашего отеля. Катя Бич Отель 5 звезд. Вот это наша входная дверь. Она открывается с помощью карточки. Далее возле нее находится санузел. В санузле что мы видим? Душевая кабина довольно просторная. Она находится за стеклянной дверью. Довольно большая. Затем у нас идет телефон для связи с ресепшеном. Потом обратите внимание, принадлежности для купания. Здесь есть шампунь, кондиционер, лосьон для тела. Потом даются ватные диски, ушные палочки и даже мыло. И все это с логотипами отеля. Причем я даже попробовала шампунь. Он мне довольно таки понравился. Я думала какая-то дешевка. Туалетная бумага, унитаз, полотенце для пола и два полотенца для вытирания. Затем у нас есть увеличивающее зеркало для макияжа. Очень удобно. Фен. Розетки, естественно. Два стеклянных стакана. Раковина и большое зеркало. Большое зеркало. Довольно стильная ванная. Посмотрите, очень даже мило выглядит. Симпатичная дверь такая. В общем, дизайн продуман красиво. Затем идет зеркало, которое находится вот здесь в полный рост. И теперь поворачиваемся и смотрим. У нас есть большое зеркало. Перед ним находится как бы встроенная такая табуретка красивая. Тут мы держим принадлежности для моря. Затем столик. На столике лежит книга с описанием отеля. Потом обратите внимание, вот это я нашла в ящике. Здесь нитки разных цветов. Представляете, нитки разных цветов. Булавка, пуговка, то есть на всякий непредвиденный случай. Вот ящичек. Затем мы видим плоский телевизор с плоским экраном. Говорят, что здесь есть два русских канала, но нам даже некогда их смотреть. Кресло довольно удобное, мягкое, синего цвета. А вот здесь, в этих дверцах, находится холодильник. И когда мы приехали, в холодильнике стояли вот эти две бутылочки чистой воды. Когда их выпиваешь, потом наливаешь себе из кулера. Еще обратите внимание, рядом с телевизором на столике стоит чайник электрический, его можно греть. Лежат разные виды чая, кофе растворимого, две кружки с маленькими ложечками. То есть тут можно вполне еще устроить себе чаепитие. Затем снова удобное кресло и маленький такой столик, видимо, для журналов. Далее, что мы видим? Это выход на балкон. Балкончик у нас небольшой, но довольно вместительный. Здесь есть тоже стульчик и маленький столик, но мы даже их не разбирали, нам вообще некогда. Наши окна выходят на двор отеля, который не для развлечений, а именно на задний двор. Но нас это абсолютно не волнует, потому что мы сюда практически не выходим. Затем занавески довольно миленькие. Они гармонируют с общей обстановкой. А теперь кровати. Здесь одна двуспальная кровать. Вот, это мой ребенок, который только проснулся. Он недоволен пока еще с утра, потому что мы сегодня едем на пиратский корабль, и он уже хочет выезжать. Хотя еще очень рано. Кровать двуспальная, а рядом одна спальная. Я их сдвинула на всякий случай, чтобы он не падал, потому что такие случаи у нас бывали. Затем картина довольно милая. И вообще, посмотрите, номер так сделан в таких тонах красивых. Мне очень понравилось, потому что по сравнению с тройками, конечно, этот номер более шикарный. Вот, и затем еще одна тумбочка, лампочки. Лампочки здесь все горят. И вот эти торшеры, и встроенные лампочки, и в ванной горят лампы. Очень даже все сделано аккуратно, красиво. Красивый дизайн. Кондиционер, если нужно включать. В общем, нам здесь очень понравилось, потому что мы до этого не отдыхали в пятерках. Это наша первая пятерка. И смотрите мои другие видео про обеды, ужины, потому что здесь вообще-то кормят. Это называется «Прощай диета, здравствуй целлюлит». Ну, на отдыхе я себе это позволяю. Потом дома буду устраивать разгрузочные дни. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И извините, что в вертикальном формате, потому что в горизонтальном снимать здесь неудобно.